здравствуйте отец милых сидек здравствуйте спасибо что нашли время снова собраться и тема непростая сегодня редакции вместе все думали и поговорить о алкоголизме об этой проблеме которая большая вы общаетесь с огромным количеством людей прихожан знаете и видите судьба людей вы как-то нашли вот с годами для себя какие-то законы может быть духовные законы по которым это болезнь это страсть развивается и как ее можно от себя оттолкнуть к сожалению к сожалению конечного результата и конечного лекарства и выход из этой ситуации в виде бесконечное количество проблемных людей вот на сегодняшний день явно выхода не нашел и не вижу но увидел с чего начинается увидел с чего начинается все начинается с малого все начинается с малого однажды я смотрел какую-то передачу про наркоманов и когда выступал сам бывший наркоман хотя говорят что но есть от алкоголизма каким-то образом можно избавиться разные есть так сказать пути выходы кто она от наркомании еще чрезвычайно сложнее избавиться и он сам делится своему опытом и говорит если вы думаете если вы думаете что для того чтобы стать наркомана недостаточно уколоться и попробовать только один раз недостаточно я вас уверяю достаточно чтобы вдруг вдруг как бы вдруг стать наркоманом у попробовав только один раз достаточно вот поэтому те кто будут нас смотреть не дай бог так сказать никому на этот путь вставать а те кто может быть питают иллюзию или сами или дети или внуки пусть им расскажут то что мы сейчас о чем мы с вами говорим достаточно одного раза вот мы об этом должны знать потому что влипнуть в историю влипнуть историю чрезвычайно чрезвычайно легко а вот выйти из нее выйти из нее это потом тыс уже это почти невозможно поэтому надо всячески 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 за за 10 километров за 10 километров обходить пачки скрутки закладки а потом еще я ну просто сам в курсе этих всех историй которые пришлось разгребать и судебные прочее думают о легкой наживе есть существует такая форма закладок человек где-то в одном месте в одном месте приобрел 10 партию с действию закладками 10 разных мест заложил получил за это деньги получил за это деньги ничего не делая не и физически не принимая но физически пененов в труде не принимая участие и подумал что ничего себе надо же так сказать это купил но к примеру там за тысячу вот а получил за это 10 тысяч нормально так сказать но я правда цен не знаю я образно а в конце концов дело закончилось и заканчивается ну в я конкретно дело знаю может быть не одну шесть лет шесть лет за 10 тысяч ты на это это что сумасшествие то есть это кажется что лю легкие деньги а вообще-то вообще-то это белая смерть наркотики белая смерть мы про алкоголизм они такие свечи со звучит но я это смысл в одном что с наркотиками что ссылка с пьянством да это ничего сначала ничего этот бутылка пива да ничего стакан вина раз в неделю да ничего а потом так сказать этот раз три раза в неделю а потом каждый день что такое а что такое бокал может полтора а может два все а французы каждый ну конечно но пошел так сказать это но там где нет культуры когда нету внутреннего тормоза то есть в любом деле если тебе нет тормоза тогда так сказать не надо то не надо лезть туда и где ты не умеешь тормозить даже та же самая машина но если ты не разбираешь что-то тормоза или ничего не работает все нельзя нельзя в этом всеми должен быть внутренние внутренние тормозы внутренние культуры потому что ну даже я за того сказал что не вино порочно не вино порочно а пьянство потому что виноград и вино от бога и не вино порочно то есть так же как не ножик ножиком зарезали человека ножиком чистить чистить овощи но не нужен виноват что таким образом его использовать не в наше дело а в человеке и в использовании того что дал бог так для нашей повседневной жизни поэтому как выходить из этой ситуации надо наверное сначала поговорить о том как в нее не попасть в этой ситуации поэтому обязательно должен быть внутренний тормоз во первых обязательно понимать о том что все так говорили все так говорили меня это не коснется вот все люди которые попадали в ту или иную историю каждый из них дух думал но меня это не коснется своровать а взятка подожди ну ну ка ну кто-то же кого-то это не касается до породовыми не касается а все равно потом а потом коснется рулетка 5 10 я там выиграю да все 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 касается вот и поэтому и самое главное что как это кажется это безобидной мелочь я такую читал об одной подробности на афоне на афоне у приезжающих паломников мужчин спрашивают ты пиво пьешь не спрашивают про коньяк проводку ты пиво пьешь вот и и если человек так сказать говорит да и говорит об этом спокойно то он на крючке потому что он считает считает это за ничто ты молодой человек это очень даже на смысле это приятно вот но есть такое понятие есть такого пивной живот слышал об этом пивной живот что человек незаметно 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 превращается превращается в пингвина добровольно урода что свое собственное здоровье и все это незаметно 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 потом кардиология раз нагрузка на сосуды 2 гипертонии 3 и чек который должен жить до 90 лет так сказать не доживает до 60 это на 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 проблема нашей россии с пенсионным возрастом который увеличили а у нас так сказать по статистике у нас мать мужчины не доживают до 65 лет не доживают почему а вот так вот сидят казалось бы это ерунда три бутылки за вечер ерунда сложи что это получится и получается страшная зависимость и самое главное страшный вред для своего собственного здоровья почему во первых ненатуральная раз почти ненатуральные потому что все что натурально это все дорогое она дорогой деньги тратить жалко дать от на дешевые а дешевые дешевые качества не бывает и вот такая пошла взаимосвязь то есть надо больше а раз больше начни качественные с некачественные то и вредны для здоровья и и самое главное физической физическая зависимость поэтому тормоз должен быть тормоз кстати поговорили про пиво есть личный какой-то опыт в жизни когда мне было 15 16 17 лет занимался спортом вот ходили в кино вот у нас был такой я сам москвич жил на преображенке вот и был такой кинотеатр янтарь сейчас его снесли мы приходили за 25 копеек брали брали билет на сеанс и брали мороженое и брали мороженое а те кто пили пиво мне бы мне было 17 лет и вот те кто пил пиво я называл мужиками вот они мужики вот они пьют пиво так мне 17 лет а я я я ем мороженое сейчас ли я не знаю соскаки сейчас пиво начинает это пить но я всегда всегда да будут даже в 17 17 это потом в 17 уже кино аквере пришел тогда этот вопрос для меня уже стал немножко но даже в те в 17 лет с нас нет я воспринимать как мужской продукт и и мои сверстники таким таким же образом то есть мы сами она матера нам это рано и не надо потому что здоровый образ жизни спорт мороженое она да даром не нужно было даром не нужно было а сейчас какая-то мозговая перестройка то есть надо взрослым то быть по мозгам они по имитации взрослого образа жизни пиво макияж одежда не по возрасту тебя умней умней взрослеть не здесь ну внешне может быть сделать а внутренне то нет поэтому надо вот здесь надо набирать здесь и и и и сердце на набираться и подражать взрослеть умом и взрослеть сердцем поэтому сложно сказать как из этой ситуации выйти но один выход знаю как как человека спасло спасло от страшенны просто привязанности привязанности к наркотикам было много лет назад человек был на исходе рассказал о том что это было привязанность не принадлежно не привязанности а просто наркотики вот и говорит но я бросил как бросил до бросил а как бросил а вот так рассказал что доза была абсолютно критической абсолютно критической то есть в обратной такой дозе но как я слышал обратно уже не не крутится то только только дни так считаются и он говорит мы три месяца на одних похоронах они два брата близнецы были мы с братом на одних похоронах одноклассников или так сказать ребят со двора которые уличные принимали наркотики чистый месяц еще на одних похоронах чистый месяц еще на одних похоронах и я видел и я видел как убиваются их матери над 17-летними над двадцатилетними над 22-летними я видел как убиваются их матери и он не горит и я себе представил что через год через год гипотетически моя мать будет плакать над моим гробом или над грубом моего брата может быть на двумя двумя сразу и у меня представление о слезах моей матери у меня здесь и здесь что-то переключили и я понял что надо что-то делать чтобы не оказаться в гробу надо сейчас что-то делать и что что начал делать а вот так потом началось по 10 шагов программа она известны одно другое что что-то помогал не помогала но потом первая исповедь первые соборов не первое печастие и вот это воспоминание и реальное реально представление представление что если так будет то что скоро будет финиш скоро будет финиш и и ладно бы это был твой личный финиш а это еще будет горе горе для моей матери и представишь любовь к матери помогла человеку то есть вот это я знаю такую историю они все че то есть что-то чрезвычайно в жизни то должно произойти а так ничего не делать ничего нет все это гарантированно как ее называют сказать этот медленную про алкоголизм медленная смерть а про а про наркоманию на эту это уже наверное немедленно это просто белая по веществу белая смерть хотя сейчас по цвету чего наверно только и нету отец милых и сидя как быть тем кто созависим то есть те кто страдает от того что родной близкий человек принимает алкоголь или другие вещества таких ситуаций бесчисленное множество таких ситуаций все почти все с почти землю и живут семьями если это все потом не вылилось не в развод 5 10 одно только знаю да только знаю раздраженный учитель не учит а раздражает хочешь помочь криком истериками руганье вот в этой ситуации не поможешь уговоры беседы клиника капельницы 10 шагов так сказать все надо все надо пробовать и самое главное человеку но все-таки мы же еще если пока мы мозги не атрофировались одна статья другая третье кинозарисовка фильм я помню у нас когда ну тоже был маленький школа не только учила а воспитывала я вспоминаю какой-то видеоряд капля никотина убивает лошадь вот такая была здесь собрали нас в кинозал в школе долго об этом не рассказывать но в конце концов вывод такой что капли никотина убила но лошадь это все было показано потерей но это воспитывает вот такие вещи воспитательные 1 другой чтобы ты соса саш 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 но посмотри но посмотри там анализ дали на посмотри что с печенью но посмотри что то есть человек должен быть информирован куда ты движешься куда ты движешься и мне кажется вот такой то сказать целенаправленно я так сказать уже забота печенье информировать как а если он согласен согласен что-то делать но я думаю что он стоит потратиться чтобы потом не по ней потерять гораздо больше потому что нет ничего дороже человеческой жизни вот и поэтому как конечно так скажу же как как жадность от жадности таблетки нет так и капельницы и прочее так сказать медицинские мероприятия они не алкоголизм лечат они лечат симптоматику то что потом происходит по после последствий алкоголизма гипертонии сердце гепатит и прочее а таблетки от алкоголизма также как таблетки от жадности от зависти их не существует поэтому поэтому вот все что все медицинские пособие то есть на вокруг этого вокруг этого надо только что же тот же этим по пользоваться система изоляции по почистить чтобы чеку саму стало противно когда он хотя бы так сказать месяц не попил почистили печень почистили кровь так сказать почистили так сказать желудок как человек что понял так в сравнении сейчас нормальный нормально но ты месяц побыл нормально то хоть что чтобы это хоть осталось в памяти нормальное нормальное состояние который потом может быть полюбится гораздо больше чем так сказать это три литра пива и бутылка так сказать а и может быть и не одна водки поэтому родным и близким принимать в этом участие но главное понимать зло злом не исправишь зло злом не спасешь это ужасно это тяжело находиться с таким это человеком но часто бывает так сказать такая ситуация куда деваться если мы не поможем то кроме нас кроме нас и вообще никому не будет нужен но есть какой-то предел есть какой-то предел вот никому не желаю так сказать до этого предела доходить когда в конце концов это становится уже просто невыносимым когда уже дети от этого страдают а когда от этого страдает вообще вся так сказать это у нас не можем начать вместе хрюкать если он уже написать у нас русского разINS напился до поросячем визга но вместе мы не можем начать это то то так же разделять тут этот крест который человек сам себе искусственно искусственно создал и человек попал в аварию Человек попал в аварию, или человек разбил инсульт, паралич, так сказать, и прочее. Это было все, так сказать, не по его воле. Это трагедия, в которой мы должны принять участие. А как-то человек сам себе придумал эту трагедию, сам целенаправленно, самими руками эту яму копал, но вместе потом в эту яму столице, которую человек сам копал, конечно, так сказать, когда это уже дело дойдет до ямы, тут надо уже, так сказать, от этой ямы держаться подальше. Если у тебя за тобой еще твои дети, твои, может быть, престарелые родители, то надо уже их спасать, а не того, кто сам себе вырыл и продолжает рыть яму, и ничего не хочет в своей жизни менять. Но до тех пор, пока человек хочет менять, надо до этих пор за человека бороться. Максим Горький сказал однажды, что я пьяниц жалею, пьющих уважаю, отрезанников боюсь. А вот как вы вот в этом контексте, исходя из того, что вы уже сказали, относитесь вот к, когда человек вот так рьяно, я знаю таких людей, которые вот даже с некоторым негативом относятся к тем, кто позволяет себе там, ну, раз там, не знаю, в полгода выпить или там за хорошие встречи, выпить бокал вина, а то и два. Ну, дело в том, что оптинские старцы, и мы на них в жизни ориентируемся, как эталон духовной жизни, они говорили, старец Макарий, края бесовские. То есть крайность бесовские, и алкоголизм, и пьянство, и абсолютно, так сказать, непринятие, так сказать, вообще спиртного. Ну, хорошо, это твой личный выбор. Но если этот личный выбор, ты хочешь под свой личный выбор еще других людей подтянуть, и чтобы твоя крайность была критерием истинности, это немножко, это крайность. Любая крайность, она, так сказать, бесовская. Поэтому то, что ты не пьешь, это личное дело, но не осуждай тех, кто то, что Господом нам дано, в разумных пределах пользоваться, в этом, как зато сказал. Не вино осуждаем, а пьянство. Не вино осуждаем, а пьянство. Поэтому я думаю, что эта крайность, и знаю, что любая крайность, она в конце концов, в конце концов, человек не может в ней остаться. Он свою крайность считает за истинность. И поэтому лучше это в среднем путем по жизни жить, как даже и у самых, у самых, у самых, у самых аскетов Египта было такое правило. Из всех предлагаемых, из всех предлагаемых яств, ну куда-то ты там попал неожиданно, или, может быть, и ожидаемо попал на какой-то пир. Но ты не ешь вот этого, вот этого, ну по-своему, так сказать, ты от этого отказался, от этого отказался, ну по своему личному выбору. Но на людях, на людях, на людях, вкуси от всего понемногу, вкуси от всего понемногу, чтобы не показать твоего воздержания людям. Никто тебя не заставляет пить сверх меры. Ты пригубил, ты попробовал, от этого ничего не изменилось, но тема закрыта. И ты не осуждаешь, потому что что? Ты тоже разделил, что-то разделил, ну 30 грамм, у тебя уже тоже нет повода сказать, что я вообще, так сказать. Поэтому, так сказать, скромность, 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 не надо выпячиваться, так сказать. А если что-то есть, какой-то личный подвиг, обед какой-то был, то есть обед трезвения, ну хорошо, а об этом тоже надо афишировать. Об этом тоже не надо афишировать, тихо, спокойно, то есть не вызывая, так сказать. Вот поэтому здесь, так сказать, мало того, что в Писании и вино веселится сердце человека. Единственное, что вся наша беда, вот эта культура, культура, так сказать, без тормозов мы ушли. Почему? Грузины, Кавказ, Молдаване, Румыны умеют с этим обращаться. Мы, к сожалению, как мы два года назад в Румынии были, а вы чай пьете, зачем нам пить пакетированную химию, когда нам Боженька дал свой виноград. Когда все это натурально, когда все это люди сделали для поддержания здоровья и разумно этим пользуются, ну, так сказать, вся беда, в любом вопросе вся беда в зло употреблении, а не в самой сущности по себе, той или иной. Как мы ее употребляем? Любое дело, любое дело можно перевернуть с головы на ноги или с ног на голову. Мы сейчас еще переживаем коронавирус, вторая волна идет, и за это время были данные, что очень большой всплеск смертей от логолизма. Я тоже об этом слышал, что сейчас даже такие мысли и статистика, что больше умерло от передозы алкоголя, печени, сердечно-сосудистые заболевания, ишемии, гипертонии, кризис, чем от самого ковида. Ну, вот, наверное, это какая-то замкнутость, какая-то депрессняка, это, так сказать, потом, ну, потом мы же прекрасно знаем, во-первых, страшенная безработица. И вот человек не знает, куда себе деть. Церкви нет, церкви где нет? В душе. В душе нет, так сказать, не знает, чем себя занять, перспективы нет. И думает любой человек, так сказать, думает, что это некий выход, некий выход из положения. Ну, а потом, так сказать, стоит только начать, стоит только втянуться, потом уже это уже по накатанному. Поэтому и самый главный вопрос, чтобы эта волна, волна, она прошла, так сказать, уже эту сторону. Кстати, Авва Дорофей говорит, у него тоже есть, в его писании есть образ волны. Он говорит, видишь надвигающуюся волну, поднырни. И вот я, то есть такое правило, я про себя подумал, а в отношении короны, что будет означать поднырнуть? Что будет означать поднырнуть? А все те элементарные, элементарные, чисто физические, физические требования, которые есть, и советы, которые есть, ими пользоваться. Мы не говорим, что они стопроцентны, но отрицать их и не пользоваться ими было бы безумно. Маски, руки, дистанция, сбора, так сказать, и прочее, прочее. Это есть поднырнуть, не полной грудью, так сказать, я сильнее всех, осенил крестным знамением, и все, вирусы разлетелись. Но если бы ты имел такую веру, которая могла бы гору переставлять и вирусов, разгонять вокруг тебя на 5 метров, ну, пока такой веры у меня лично нет, поэтому, что возможно, мы по-человечески делаем. А все остальное, все остальное, это уже особая судьба. Но, как нас всех учил отец Сан-Кристианкин, он говорил, крест, крест не должен быть самодельным. Крест не должен быть самодельным. Ты знаешь, что там может быть опасность, может, не лезь, куда тебя не просят. Если ты полез, тогда это уже, это твоя личная, твой личный выбор, это твоя личная история. Ты сам, ты сам выкопал себе яму, которой тебе никто не просил. И на судьбе у тебя этого не было написано. Ты сам творит собственной судьбы. Поэтому благоразумное отношение к беде, оно, так сказать, осторожность, она должна быть из уважения к другим людям, к себе, к родным и близким. И, конечно, молитва доминует нас чаша сия, если это возможно. Ну и, конечно, любой выход из положения, не свои собственные силы, а, конечно же, если человек, есть внутренние убеждения и обращенность к Богу, конечно, 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 у такого человека шансов больше справиться с коревом, с матом, с алкоголем. Ну и, конечно, как верх, как верх, это, конечно, с наркотиками, потому что и верующие люди в этих ситуациях оказываются, но у них шансов больше, чем у тех, которые вообще даже не знают, в какую дверь стучаться. Кто-то сказал, что мужественный человек и, так сказать, и решительный, и решительный, это не тот, это не тот, кто пробьет любую стену, а тот, кто найдет нужную дверь. И вот эту дверь, эту дверь, так сказать, мы должны по жизни, в любой ситуации, каждый из нас искать, так сказать, она есть. Только нужно положить мозги, советы, благословения Божьи и обязательно, обязательно дверь найдется, стены не надо башкой свои ломать, не надо. Дверь обязательно с Божьей помощью найдется. Спасибо, отец Милхиздек, очень интересные ответы и есть о чем подумать. И вам здоровья, потому что вы тоже переболели, берегите себя. Спасибо. Пусть ваши, так сказать, передачи, они служат на пользу, на пользу людям, чтобы если хоть кто-то чуть-чуть какая-то мысль, какая-то идея зацепит, не надо, чтобы в одно ухо влетало, а в другое вылетало хоть что-нибудь, но доброе, полезное останется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok